и наверное начнем мы с вами сегодня проводим вебинар который посвящен как бы подготовке или ознакомлению ознакомительный вебинар который посвящен приурочен к старту курса правовые психологические основы предпринимательской деятельности которые мы планируем 20 марта это курс повышения квалификации которые стартуют в бизнес-школе в школе экономики программа рассчитана на 4 недели и четыре да по моему по моему четыре недели нас программа рассчитана на 4 да спасибо сергеевна и у нас там 7 и 4 считаю 11 тем мы поподробнее расскажем о содержании курса и значит представим преподавателей но главное все-таки наш вебинар он сегодня посвящен не только презентации курса а тому чтобы нашим слушателям принести какую-то пользу прямо сегодня и рассказать некоторые полезные вещи уже сегодня на нашем вебинаре и поэтому я предоставлю слово коллеги марии сергей никитиной которая сама расскажет про себя все свои регалины зовет потому что не очень много и боюсь чего-нибудь не досказать и вот как раз мария сергеевна отвечает будет в курсе за часть посвящена правовым аспектам и поэтому сегодня мы будем слушать как раз ее рассказ ее часть какую-то тему которая она вот и презентует эту самую это самый блок связанный с правовыми аспектами а потом в конце я вам пару слов скажу о том блоке который будет посвящен психологическим аспектам вот поэтому я передаю слово мари сергеевне она сейчас все расскажет про себя и про то что будет говорить здравствуйте уважаемые коллеги спасибо юлия юрьевна давайте начнем я тогда включу сразу демонстрацию экрана презентацию которая специально подготовлена была для нашего семинара как уже юлия юрьевна сказала да сегодняшняя сегодняшний вебинар это небольшая такая частичка презентационные курсы правовые психологические основы предпринимательской деятельности которые стартуют 20 марта то что касается правовых основ в этом курсе будут рассмотрены вот эти семь тем мы с вами сегодня сосредоточимся на совладении в бизнесе на партнерских отношениях и тема сегодняшнего нашего вебинара партнерство в бизнесе преимущества и риски как и о чем необходимо договориться с партнером по бизнесу я прошу прощения коллеги если есть вопрос вы можете писать их в чат либо поднимайте руку и мы дадим вам возможность его задать извиняюсь прямо в режиме на самом деле небольшое количество на вебинаре да хотя регистрации было много тем не менее сейчас да у нас есть возможность прям напрямую как-то взаимодействовать вот эти наталья и анастасия анастасия вы сейчас уже работаете в партнерстве или просто этой темой интересуетесь вы можете выйти на связь или у нас такое будет односторонняя такая запись нет наталья с анастасией они просто слушают наверное нет возможности взаимодействовать но они могут вот в чате есть во всяком случае приветствия вот просто интересует отвечает анастасии а просто я прошу чат уже да я просто открыл просто интересует ну давайте тогда пойдем нашим таким стандартным подготовленным путем несколько слов обо мне меня зовут еще раз никитина мария сергеевна я профессиональный юрист работаю всегда работала с окончания и даже до еще окончания института профессии с 2001 года мы специализируемся на корпоративных отношениях оформлении партнерства и инвестиций имущественных спорах половину своей карьеры я работала в найме да да построила карьеру в группе с осетей генеральной затем открыла свою юридическую компанию которая называется юридическая фирма делмари в прошлом году мы вошли в рейтинг коммерсант в номинациях арбитражное судопроизводство разрешение корпоративных споров и имущественные споры также выиграли в прошлом году в номинации дело года конкурса юрист профессионал я являюсь членом профессиональных сообществ ассоциации юристов и членом бизнес союза лава училась в свое время за границей во франции да сейчас в основном конечно я занимаюсь практической деятельностью но также вот преподаем что касается темы партнерства да обычно как начинается совместный бизнес обычно все на драйве на позитиве ура есть идеи мы с моим другом одноклассником да или однокурсником достигнем всех больших вершин все здорово доли мы делим чаще всего пополам на потому что аргументация такая что у нас все по-честному все здорово документы оформлять обычно никакого желания нет что на это зря стратить время война план покажет да сейчас нам нужно работать зарабатывать деньги добиваться их целей а на документы это не главное это потом тем более на первоначальном этапе обычно нечего делить ну здесь вот переделаны известные фразы льва николаевича толстого да о том что все счастливые партнерства устойчиво одинаково каждый распадающийся распадается по-своему какой-то большой статистике по конфликтам среди предпринимателей я вот не нашла вот одна из них о том что вот одна треть предпринимателя расстается с партнером по бизнесу но мне кажется больше на самом деле партнерство распадается причины таких распадов разные отмечают тут сами предприниматели во-первых разные взгляды на бизнес разные ценности на установке один например хочет мировой бизнес создать в космос полететь а другой хочет большой загородный дом поставить да это немножко разные ценности и поэтому разные отношения к бизнесу многие жалуются на халат на отношение своего партнера к обязанностям на соблюдение договоренности ну и там разные причины каждый конфликт он такой индивидуальный в итоге конфликты большие судебные процессы по опыту могу сказать что любой корпоративный конфликт приводит к целому букету судебных споров да которые длятся несколько лет ключевые сотрудники когда начинают спор между со собственником чаще всего уходят и огромное количество примеров когда бизнес просто схлопывается и перестает существовать конфликты между партнерами по бизнесу затрагивают все сферы жизни потому что чаще все партнеры дружат семьями да есть определенные отношения с сотрудниками с клиентами и конфликт между со собственником он обычно рушит ну или так или иначе затрагивает все социальные связи вот таких коллег по бизнесу партнерство с родственниками я сказала что это вдвойне такая сложная вещь потому что развод практически неизбежно приходит 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 к распаду партнерства рано или поздно проблемы в бизнесе наоборот также влияют на семейные отношения более того я могу сказать то что ну вот я глубоко в эту тему погружалась именно таких психологической совместимости партнеров мне кажется это очень важная вещь в совместной деятельности в совместной работе и и наука в том числе научные исследования показывают что те качества которые для нас важны в людях с которыми мы дружим дали с которым мы создаем семьи они глобально отличаются от тех психологических качеств которые нам нужны в работе поэтому те люди с которым нам комфортно жить или дружить да это совершенно не подходит к нам в работе и наоборот те с которыми мы можем эффективно двигать бизнес добиваться каких-то результатов они оказываются совершенно ну такими сложными в личных отношениях не всегда так но так часто бывает поэтому в бизнес партнерство очень легко войти но крайне сложно выйти вход может ничего не стоить выход будет стоить и миллионы и конечно энергия уходит не на развитие бизнеса на разбирательстве до дорогостоящие судебные споры но да несмотря на все недостатки необходимо сказать что вот свое время большие в америке проводились исследования касающиеся работы именно в партнерстве и те компании где не один собственник а несколько они гораздо быстрее развиваются и гораздо быстрее идут вверх и ну с чем это связано да во первых люди всегда ждут психологической поддержки друг друга есть возможность разделить ответственность и обязанности между собой более высокая интеллектуальная сила и самое главное более высокая скорость внедрения новых идей это вот нам говорят исследования и статистика об этом то что компании где несколько сособственников развиваются значительно быстрее что же делать как предотвратить корпоративные конфликты и разлад между сособственниками во первых вот здесь несколько таких правил выработанных практикой о том что если вы можете работать без партнера работайте без партнера если вам нужны деньги займите это всегда дешевле чем с кем-то делить свой бизнес если же вам не хватает компетенции всегда дешевле нанять сотрудника чем именно с это свой бизнес делить вот на данном этапе исходя из того что сказано есть какие-то вопросы комментарии предложения нет спасибо все понятно ну пока мы идем так по верхам в общем-то да только ходим хотя мария сергеевна прекрасный тезис о том что если можешь сам делай сам мне кажется это с этого надо начинать разговор о партнерстве если можешь его избежать то наверное это более правильный вариант я с этим согласна да то есть когда люди вступают в какое-то партнерство у них должен быть очень четкий ответ на вопрос для чего почему именно с этим партнером вы считаете что вас ваш бизнес будет более успешен это ключевой вопрос вот все наши партнерские соглашения которые мы согласовываем и подписываем и начинаем с этого для чего почему нельзя друг без друга почему это будет более эффективно и ответ на этот вопрос обязательно нужно найти не всегда он есть но это важный тезис я вот в это глубоко верю поэтому я начинаю не с партнерского соглашения что давайте все зарегламентируем потому что партнерское соглашение это только ну как бы такой инструмент но он должен быть на определенной базе и вот это основные такие принципы второе правило если вы поняли что вам все-таки нужен партнер по бизнесу это важно грамотно и тщательно выбирать партнера потому что никакие юридические инструменты они вас не застрахуют от конфликтов они может быть сделают их более мягкими и как-то может быть проще выйти из этих конфликтов но все-таки тот человек который рядом с вами это важно тут вот на фотографии это мы с моим отцом мы с ним вместе ведем бизнес в партнерстве вот но еще раз да я вот верю и считаю важно проходить психологическое тестирование насколько люди друг другу подходят между собой потому что на первоначальном этапе как мне один из клиентов сказал то что 100 тысяч это очень легко поделить между собой 100 миллионов вообще не делится неделимая сумма уже такая получается поэтому важно грамотно выбирать партнера и не сразу бросаться в большой какой-то проект а попробовать сначала что-то хотя бы вместе сделать попробовать насколько вы совместимы только потом уже начинать совместный проект ну и третье это заключите партнерское соглашение да то есть до на берегу обсудите все важные вопросы вашего совместного бизнеса а какие вопросы нужно обсудить это мы сейчас с вами дальше рассмотрим и конечно договоренности важно зафиксировать письменно вот вторым пунктом многие пренебрегают часто да и это к чему приводит во-первых в целом свойство человеческой натуры в том что со временем какие-то договоренности забываются что-то по-другому интерпретируются я думаю что если вы сейчас свою жизнь вспомните да вы много таких примеров найдете в своей жизни что ну более того когда написаны бумаги это достаточно однозначно интерпретируется всеми и тоже по своему опыту участия в корпоративных конфликтах да как посредники мы участвовали как представители в судах могу сказать что в большинстве случаев никто не планирует друг друга обманывать не всегда конечно в большинстве то есть речь идет просто о какой-то просто о какой-то недоговоренности ну вот пример приведу потому что два предпринимателя видели совместный бизнес достаточно крупные вместе строили многоквартирные дома на определенном этапе один из них с семьей уехал отдыхать в Таиланд ну достаточно длительный срок говорит я там буду издалека там помогать там решать свои вопросы стратегическое управление и так далее на оперативном управлении остался второй партнер и в этот момент пришла какая-то серьезная проверка прокуратура ему тут было сложно все вопросы решать ну тут как всегда много нюансов возникает и в этот момент возник какой-то серьезный контракт серьезный клиент и он для того чтобы не заводить ну вот в эту проблемную получается такую компанию которую начали уже госорганы там проверять какие-то претензии предъявлять хотя я считаю непонятно было с каким результатом будет но тем не менее он решил на свою какую-то другую компанию вот этого нового большого клиента завести и в последующем когда тот кто был в Таиланде вернулся он как бы это воспринял как очень большое предательство что так нельзя что ты вводишь бизнес мы вместе начинали вместе работаем а сейчас вот ты сделал так а для второго он это видел то что ты меня предал, уехал я тут сам все разруливал мне надо было там спасать и так далее то есть видите тут достаточно сложно сказать кто прав, кто виноват если бы изначально, например, была договоренность о том, что никакие параллельные проекты без согласования друг друга мы, например, не ведем либо там уведомляем друг друга либо там еще что-то ну какая-то была бы договоренность конфликта вообще могло бы, например, не возникнуть и таких случаев просто миллион другой пример могу тоже перевести на эту тему то что тоже два компаньона вели бизнес по продаже автозапчастей часть товара покупали ну как бы за наличные, да им там привозили его и в общем они вот таким образом покупали на склад и в один прекрасный момент один из партнеров загулял все было весело, все прекрасно денег ему не хватило он там поздно ночью заехал на работу ночью мое, что моя компания вот в кассе деньги взял там сколько ему не хватало догулял, уехал, потом там ну, как говорится, пропал на некоторое время, да второй на следующее утро приходит на работу у него должна быть поставка он знает, что у него деньги в кассе на это приготовление есть как бы открывает а деньги уже забрали, да поэтому конфликт вышел с поставщиком и на этой почве они в итоге это привело к очень серьезному конфликту и к разделу бизнеса, да и с точки зрения ну, тут опять же, видите, такая ситуация, что у одного своя правда, у другого своя правда если бы заранее были договоренности, что мы там, допустим, без согласия не берем деньги из кассы не берем свыше такой-то суммы или там еще что-то возможно, этого удалось бы избежать и это просто огромное количество вот таких примеров можно приводить когда никто никого не хочет обмануть просто какое-то отсутствие договоренности поэтому это крайне важно именно письменно фиксировать договоренности вот мы сейчас с вами дальше будем говорить какие именно вопросы стоит обсудить и как их зафиксировать но в любом случае, могу сказать, это не обязательно даже в каких-то случаях профессиональным юристам обращаться это можно просто вдвоем сесть даже на салфетке написать, да и зафиксировать письменно у меня даже в практике был такой случай тоже, ну, пять лет люди вместе работали потом все-таки решили, что им сложно вместе они не договариваются, надо как-то бизнес делить и так далее ну, и начали тут договариваться очень большие возникли разногласия сколько у них этот бизнес стоит один оценил в 5 миллионов другой в 15 миллионов в три раза разница и как-то не могли они на этом сойтись но я к чему привожу пример потому что у них было составлено партнерское соглашение грамотно они изначально подошли к своему бизнесу но они его не подписали то есть оно у них было в письменном виде ну, как бы в компьютере но они подписаны но при этом оба оба говорили о том, что мы будем руководствоваться тем что мы договорились тогда вот ну, хотя бы это у них было написано и зафиксировано то, о чем они договорились и в итоге им без судов удалось решить этот вопрос и сейчас они ну, я не могу сказать, что дружат но, по крайней мере, общаются вот поэтому в чем плюсы когда есть партнерское соглашение но это, опять же, мы говорим с учетом того что вы понимаете, для чего вам партнер что действительно выгодно вы нашли того человека с которым вы сможете работать и вот третий уже третий уже пункт это партнерское соглашение то есть оно сам факт обсуждения этого партнерского соглашения позволяет синхронизировать взгляды совладельцев на общий бизнес договоренности уже зафиксированы да, их сложно забыть или как-то по-другому начать интерпретировать как вот я вам примеры какие-то приводила ну вот тоже про разную интерпретацию тоже могу сказать вот еще один пример не очень давний у меня из практики о том, что два компаньона заработали денег вывели равную сумму из ну из компании да, купили на эти деньги себе по машине все прекрасно потом у компании наступили сложные времена один говорит ну все, давай тогда деньги возвращайте это было займ сейчас нам нужны деньги давай возвращай это другой в смысле займ мы с тобой дивиденды выводили да, поэтому о каком возврате может идти речь здесь тоже вот такая разная тоже интерпретация идет действие когда есть партнерское соглашение у партнеров есть гарантия защиты интересов каждого из них сам факт его обсуждения значительно снижает риск конфликтов можно предусмотреть и нужно предусматривать механизм разрешения конфликтов и опять же порядок пересмотра договоренности потому что если нет какого-то формального инструмента получается конфликты они, знаете они не возникают на ровном месте да, вот сейчас все хорошо а завтра вдруг раз переругались так, что все видеть друг друга не можем так редко бывает обычно конфликты это какой-то взрыв уже накопленного чего-то то есть сегодня там что-то произошло завтра мы не стали это обсуждать разбирать послезавтра там еще куда-то год назад и когда уже вот эта критическая масса какая-то ступает происходит серьезный конфликт который бывает достаточно сложно потушить а если заранее да, например раз в год прошел сели, пересмотрели партнерское соглашение да, как-то обсудили что происходит кому что устраивает что нет это опять же сам вот этот процесс согласования партнерского соглашения и в последующем его обсуждении это уже очень хорошая база для снижения вероятности наступления корпоративных конфликтов есть какие-то вопросы пожелания предложения примеры пока нет спасибо Наталья приятно что вы откликаетесь что же нужно какие вопросы можно обсуждать да во время согласования партнерского соглашения я могу сказать что у нас подготовлен список около сотни вопросов да, мы предлагаем для обсуждения сейчас мы с вами рассмотрим ну такие ключевые без которых совершенно на мой взгляд нельзя обойтись какие вопросы нужно обсудить да, и какие вообще есть варианты в рамках нашего курса который вот стартует 20 марта мы эти все вопросы будем обсуждать более подробно применительно к конкретным бизнесам слушателей да будем рассматривать варианты какие нужны сейчас мы ну сейчас тоже я думаю это будет очень полезно хотя бы посмотреть сам перечень да, о чем стоит договориться не всегда это очевидно ну во-первых цель и предмет совместный проект вклад каждого из партнеров в общий бизнес в кого какая доля в проекте и почему казалось бы это такие очевидные вопросы что тут такого интересного но на практике могу сказать что они довольно часто вызывают затруднения у предпринимателей например вклад каждого из партнеров в общий бизнес хорошо если это деньги тогда все это очевидно ты там столько не знаю условно 4 миллиона вкладываешь я 5 миллионов вкладываю вот у нас там доля пропорциональная и так далее но часто бывает так что один вкладывает деньги другой вкладывает например экспертизу свою или какие-то связи или знания или ноу-хау или еще что-то и вот эти вещи не так просто оценить и если это не обсуждать и никакого этому внимания не уделять тогда на определенном этапе получается что один например свою экспертизу свою ценность оценивает очень высоко а его партнер считает что это вообще не очень например важные вещи и в процессе обсуждения партнерского соглашения можно прийти к какому-то единому знаменателю чтобы партнеру было единое понимание оценки именно вот таких нематериальных активов у кого какая доля в проекте вот здесь мы тоже всегда настаиваем на том что просто доли делить 50 на 50 это совершенно неправильно и вообще такая опасная штука все-таки у кого как как распределяются доли в проекте должно зависеть от вклада каждого из партнеров в общий бизнес и оценки этой вклады и более того здесь вот тоже многие обычно не знают предпринимателей что у нас например по закону может быть такое что доля в ООО ну и вообще доля в ООО да что в себя включает то есть это совокупность прав участников ООО и обязанностей то есть это обязанность ну по внесению определенной суммы в уставный капитал это процент при голосовании да при принятии решения и сколько имуществ вы вправе получить при ликвидации компании так вот доля в ООО вот эти штуки не всегда могут быть равными да то есть у вас например может быть 30 процентов на ну вот долю в ООО да и при этом вы иметь только всего лишь 10 процентов при голосовании там 50 процентов доли в прибыли понимаете то есть вот эти вещи они могут быть разнесены и если об этом знать можно структурировать совместную работу ну под конкретные задачи да конкретного проекта то есть вот это мы тоже будем все подробно на курсе обсуждать но даже сейчас вот мне кажется это полезно запомнить о том что доли в прибыли и доли в при голосовании например могут не совпадать у нас законодательство это допускает при определенных при внесении определенных положений в устав дальше о чем необходимо договориться необходимо договориться касательно финансов как будет делиться прибыль как будет делиться убытки как часто будет делиться прибыль это тоже на первоначальном этапе почему-то забывают об этом вопросе. Какая доля прибыли будет уходить на развитие компании, а какая будет делиться между партнерами. Как я уже сказала, бывает такое, что у партнера совершенно разные стратегические цели. Один собирается строить коттедж за городом, а другой космические корабли и завоевывать мир, выходить на всю страну, на мировые рынки и так далее. Поэтому для одного будет важно, что все, что мы зарабатываем, вкладывать в бизнес, а для другого будет важно деньги вынимать. И здесь тоже важно об этом договориться. Важно договориться, кто будет считать финансовый результат, потому что расчет финансового результата в компании очень по-разному может производиться. Что мы включаем в расходы, что не включаем. Тоже из практики могу сказать то, что мы в прошлом году оформляли партнерское соглашение между двумя партнерами по бизнесу, которые выкупали бизнес как раз у одной из иностранных компаний, которая с нашего рынка уходила. И один из них уехал жить за границей. И говорил о том, что я там буду каждый месяц прилетать для решения всех текущих задач. И вопрос, например, вот авиабилеты, то, что он будет каждый месяц прилетать, это входит в расходы? Общие компании не влияют на финансовые результаты? Это или его личные расходы? Ну, это я так условно говорю, да? Там много будет, может быть, моментов. Может быть, связано с какими-то, ну, с тем, что компания крупная. Это может быть холдинг. Там могут быть завязаны, ну, в общем, то, что касается расчета финансового результата, чем крупнее бизнес, тем важнее вопрос. Кто его считает и по каким принципам? Какие расходы предполагаются в проекте? Что считать личными расходами? Что считать расходами компании? А это часто очень у собственников вообще так все переплетено и взаимосвязано. Это очень важно обсуждать и письменно фиксировать, да, о чем договорились. Третье, о чем необходимо договориться, это тоже такой ключевой вопрос, это функционалы принятия решений. Кто какие функции выполняет в проекте? Кто из партнеров главный? За кем решающие слово? Какие решения принимаются только единогласно? Какие большинством голосов, да? У кого там, на какие вопросы есть право в это? На практике могу сказать, это очень сложный вопрос. Обычно мы его с первого раунда переговоров не удается зафиксировать. Ну, бывает такое. Бывает, вот у нас есть одни из клиентов, крупные, ну, как-то, крупные, не крупные, у нас производственная компания по производству металлоконструкций для пищевых производств. Там работают два партнера. Один из них отвечает полностью только за производство, другой отвечает за продажи. То есть у них четко ракетение функционала. Это изначально у них так было, и они достаточно дружно работают. Почему? Потому что у них практически не пересекаются зоны ответственности каждого из них. На практике мы как делаем? Мы тем партнерам, которые приходят заключать партнерское соглашение, даем две таблички, в которых они пишут свой функционал и функционал своего партнера. И второй этаж пишет свой функционал, свой функционал своего партнера. И вот сравнить эти две таблички обычно получается очень интересно и полезно. Видно, кто на себя там одеяло перетягивает и где есть недопонимание. Очень важно вот этот вопрос, четко расписать, кто какие функции, и главное, какие-то KPI, как оценивается, насколько успешно тот или иной партнер свои функции выполняет, и что делать, если нет. Потому что это, как мы с вами видели, это одна из серьезных таких оснований для корпоративного какого-то конфликта, если работа одного из партнеров другого не устраивает. Что с этим делать, это тоже можно заранее обсудить. И нормально, спокойно обсудить. Прямо меняем директора, у тебя остается доля, или у тебя доля уменьшается, или там еще что-то. Миллион вариантов можно найти, но заранее, когда на этапе совместного, на этапе начала какого-то совместного проекта, это всегда договариваться проще, чем внутри конфликта, конечно. Также необходимо договориться по поводу текущей деятельности, каким образом она ведется, какие трудовые функции партнеры выполняют, какая зарплата. Об этом тоже часто вообще забывают подумать о том, что должна быть в принципе зарплата. И то, что функции собственника и функции работника, даже директора, они различаются, и каждая деятельность, она должна оплачиваться. Сколько дней отпуска? Вот тоже такая тема интересная. Я могу сказать, что об этом просто многие не задумываются. У нас было такое в практике, когда это вроде бы простой вопрос, сколько дней отпуска каждый может использовать, вызывает, ну, такое недопонимание. Один говорит, что я только вчера ушел, там, например, из крупного банка в свой бизнес, и мне вообще бизнес нужен только для того, чтобы, допустим, по четыре раза в год отдыхать в семье, ездить там по месяцу, жить за границей, например, да. А другой говорит, в смысле какой отпуск? Мы первые два года работаем без отпуска, потому что у нас стартап. И тут это тоже такой, и вообще совершенно, казалось бы, простой вопрос, может вылиться в непростую ситуацию. Ну, вот про личный долг, да, можно ли брать в личный долг или нет, это мы с вами говорили. Сколько допустим, мы тратим на представительский расход, он тоже совершенно разный, могут быть представления у партнеров, и важно это заранее вот эти вопросы согласовать. Ключевой вопрос, мне кажется, если он не решен, то грошится на партнерском соглашении, да, это важно, обязательно, чтобы он был указан, в каких случаях, на каких условиях партнер может выйти из бизнеса, как будет рассчитывать стоимость бизнеса. На курсе мы будем подробно рассматривать, какие варианты есть решения этих вопросов. наше законодательство довольно, сейчас вот реформа была большая в 15-16 году корпоративного законодательства, много чего мы взяли из зарубежных стран, и сейчас много есть инструментов, которые предлагаются для решения вот этих вопросов. Да, есть и опционы на покупку доли, есть такие механизмы, как русская рулетка, техасская перестрелка, но сейчас вот только название назову, в связи с тем, что у нас вот не так много времени. Какие есть подходы к расчету стоимости бизнеса, по-разному можно, очень по-разному можно считать. Можно считать из того, какую прибыль он приносит, можно считать, сколько нужно денег потратить на то, чтобы аналогичный бизнес создать. Можно считать, как по закону у нас есть, исходя из стоимости активов, баланса, из чистых активов и так далее. Миллион вариантов, ну не миллион, но много вариантов существует, их можно между собой комбинировать, и мы будем рассматривать, какой вариант именно для вашего бизнеса может подойти. Кроме того, необходимо договориться касательно каких-то непредвиденных ситуаций, чтобы делать в случае кратного роста. Вот для партнерства такие критические ситуации и большой рост, и большие убытки, и то, и другое, это такие считаются кризисами. Вопросы наследования, это отдельная тема, мы будем в курсе наследования бизнеса, но вот и в партнерстве тоже это важно. Я могу сказать, что у меня был случай, когда мы обсуждали партнерское соглашение, это уже две действующие больших компании были, которые собирались сливаться для того, чтобы более успешно участвовать в тендерах, но и в итоге не удалось, в итоге не было заключено партнерское соглашение, они приняли решение не работать совместно, потому что выяснилось, что у каждой компании работают дети, уже взрослые, и когда начали обсуждать вопрос о том, что все люди смертны, это очевидно, если кто-то из вас уйдет, что произойдет, как вы будете взаимодействовать, в общем, решили, что лучше как есть. Бывают какие-то индивидуальные вопросы, тоже это заранее можно обговаривать, ну, например, условно, например, в компании работает, допустим, супруга, кого-то из партнеров, да, или там гражданская супруга, или там еще что-то, и второго партнера могут эти вопросы узнавать, кто-то, например, работает за границей, может работать только удаленно, да, ну, много может быть разных нюансов, касающихся конкретной ситуации, ну, и важно, конечно, предусмотреть условия пересмотра партнерского соглашения, когда будут пересматривать партнерские соглашения, при каких условиях, будет ли какая-то процедура, и так далее. Ну, вот такой обзор вопросов мы сделали, который стоит обсудить в партнерском соглашении. Есть ли какие-то вопросы по этому поводу? Пока все ясно, Стаси, да? Ясно. Хорошо. Может, какие-то есть предложения, что еще нужно обсудить на данном этапе? Ну, нам, как дилетантам, этого достаточно. Это достаточно. я согласна, что даже если вот эти, вот это просто по этому перечню пойти и сесть записать на них ответы, да, и свои подписи поставить, это уже очень большой такой плюс, да, для надежного и эффективного партнерства. Следующий вопрос, вот, который мы с вами посмотрим, это юридическая сила партнерского соглашения, да, обычно это вызывает вопросы у всех, да. Могу сказать, что на сегодняшний день такое понятие, как партнерское соглашение отсутствует у нас в действующем законодательстве, да, но у нас есть принцип свободы договора. Вот статья 421, я здесь привожу гражданского кодекса, что стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный закон, мыли иными правовыми актами. то есть вот сила свободы договора, партнерское соглашение имеет юридическую силу, и у нас сейчас в нашей жизни огромное количество таких договоров, которые прямо не предусмотрены гражданским кодексом, но имеет место быть, к ним относится партнерское соглашение. Сейчас уже есть и судебная практика, когда суды принимают их во внимание, и как любой договор, они могут быть использованы в суде при разрешении корпоративных конфликтов, как доказательства. Еще раз повторюсь, что партнерское соглашение, но имеет юридическую силу в силу принципа свободы договора. Как, ну, как бы, классически, да, так происходит согласование условий партнерского соглашения, то есть первоначально, ну, вот мы, например, там проводим беседу с каждым из партнеров, выясняем ценность партнерства, почему именно с этим партнером историю какое-то взаимодействие. Затем первая встреча где-то занимает часа 4-5, да, когда мы все вопросы проговариваем, обсуждаем, те вопросы, которые нужно подумать, записываем на парковку и второй встречи уже вот эти вопросы решаем, готовится проект партнерского соглашения, есть необходима корректировка и затем подписание. Таким образом происходит согласование партнерского соглашения. Подробно вопросы, которые касаются партнерства, взаимодействия, какие есть варианты договоренности, в частности, по выходу из бизнеса, по другим вопросам, мы будем обсуждать вот на курсе, который у нас планируется 20 марта. Кроме того, там будут и темы правовые формы ведения бизнеса, здесь тоже много есть чего сказать, и в том числе совместного бизнеса, если при работе в партнерстве, часто, например, нам задают вопрос, можно ли вдвоем работать, но при этом зарегистрировать только одно ИП, такой очень неоднозначный вопрос, да, про простое товарищество, рабочая-нерабочая схема. Подробно будем обсуждать семейные взаимоотношения именно с точки зрения ведения бизнеса, как застраховаться, как защититься, какую роль брачный договор играет, потому что мы, например, знаем, что доля в бизнесе это тоже имущество, и в случае расторжения брака супруги и, ну, как бы, ваши супруги, вашего партнера могут претендовать на бизнес и какие способы есть защиты бизнеса в этом случае. Будем говорить о наследовании бизнеса, сейчас это, в принципе, популярная тема наследственное планирование, что-то случается, что будет происходить с бизнесом, кто придет, готовы ли наследники и так далее. Будем говорить про субсидиарную ответственность собственников и управленцев компаний, о том, сейчас эта тема тоже набирает обороты, все больше и больше, ну, уже более половины, сейчас, насколько я знаю, удовлетворяются требования субсидиарной ответственности, то есть, когда собственник или директор личным имуществом отвечает по долгам компании. Будем подробно говорить, в каких случаях это происходит, почему, каким образом этого избежать и так далее. И поговорим об основах трудового права, как набирать сотрудников, как с ними грамотно расставаться, каких ошибок нельзя допустить собственникам управленцев при работе с сотрудниками. Ну, и, наконец, разберем работу с контрагентами, основы претензионной исковой работы именно с точки зрения собственников и топ-менеджеров. Вот такой у нас план. Наверное, я слово передам Юле Юрьевне на этом этапе. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. коллеги, спросите, если что-то есть. Просите. Я просто хотела сказать, что я вылетела сначала из конференции, мне пришлось заново заходить, поэтому, извините, я не сразу откликалась на ваши вопросы. Вот, поэтому так получилось. Я хотела сказать, что вы, когда спрашивали, зачем вам это надо, я просто преподаю вариативное предпринимательство у дизайна. Вот, это вариатив, то есть приходят те, кто реально хотят заниматься предпринимательством, у кого есть идеи свои и, ну, уже готовые проекты, по результатам вариатива уже готовый проект должен быть бизнес-планом и так далее. Вот эту тему я не затрагивала никогда, но так как я ее не знала, я ближе к юридической, я экономист, мне ближе к бизнес-плану и такие вещи. Поэтому меня очень заинтересовал этот вопрос, я хочу включить его обязательно в свой курс, поэтому огромное спасибо, вы просто открыли глаза на многое. Я, конечно, им говорила, когда они говорили, вот мы с друзьями 50 на 50, половину делим, причем даже часто не с клиентами, они делят деньги, когда фестиваль музыкальный устраивают, они не понимают, что такой клиент, что такое, что собственные бизнесы, конечно, они далеки очень от этого. Ну, я говорила им о проблемах, но в таком вот контексте, как вы сегодня рассказали, конечно, это новое. Огромное спасибо, я обязательно этот вопрос включу в свой курс, тоже буду хотя бы немножко акцентировать их внимание на этом вопросе, чтобы они заинтересовались, и, конечно, когда я часто им советую, что нужно обращаться профессионалам, юристам, не пытаться самим сделать то, что вы не знаете, не умеете, не владеете. Спасибо большое, мне очень было полезно при моей работе. Приятно. Спасибо, Наталья, за ваш комментарий, Мария Сергеевна. Спасибо, очень интересно, действительно, там много-много еще о чем можно говорить, и полезно всем, и тем, у кого есть уже бизнес, и те, кто только думает, и даже сам не ожидаешь, какой момент ты с этим встретишься, но вот, когда у меня было желание подарить мужу фирму, мне пришлось заключить с ним брачный договор, и теперь у нас есть брачный договор, по которому фирма только его. То есть вообще не знаешь, в какой момент встретишься с этим, а хотел просто отдать, а мне сказали нет. Вот, поэтому всем полезно, я считаю. Слушай, одно из мальчиков. Я вот, когда в лекцию рассказываю про брачный договор, там вообще много открытий. Вот, никогда в жизни не думал, что у меня будет брачный договор, а вот и пожалуйста. Все общее, а фирма его. Вот так. Так можно было только так можно было ему отдать ее. Ну, а я продолжу, значит, свой маленький кусочек, продолжая разговор о курсе, продолжая разговор о том, о чем уже сказала Мария Сергеевна, что, конечно, выбор партнера, это очень важный, и в том числе и психологический аспект. И это касается не только партнерских соглашений, не только партнерства. Вообще, в день предпринимательской деятельности, оно сопряжено, конечно, с сознанием психологии, каких-то психологических моментов, потому что взаимодействуем мы не только с партнерами, но и с сотрудниками, и с клиентами, и с контрагентами, и везде знания психологии любой предпринимательской деятельности, конечно, необходимы, нужны и полезны. И в нашем курсе будет несколько тем, а конкретно четыре занятия, посвященные как раз психологическим основам предпринимательской деятельности. Значит, коллега моя Васильева Елена, она кандидат психологических наук, доцент кафедры организационной психологии, психолог, консультант, вот вы видите, бизнес-тренер, у нее большой опыт работы психотерапевтом, она вам будет рассказывать о как раз психологически даст вот этот вот контекст, сейчас я вам даже покажу вот эти три темы, Елена вам будет рассказывать об этом, в принципе, об эффективной коммуникации, рассмотрим подробно такое качество предпринимателя, как ассертивность, ну и посмотрим на психологию влияния. Я же, в свою очередь, вот два слова о себе, я больше занимаюсь коучингом, чем психологией, и поэтому я вам буду рассказывать об коучинге как инструменте, с помощью которого эффективно организовывать можно сам процесс вот создания, подписания и ну да, создания вот этого партнерского соглашения, вот сам процесс этого разговора, сам, сама история о том, как это можно делать с помощью коучинговых техник и инструментов. Я там покажу вам некоторые из них. Мы поговорим про допартнерский коучинг, когда еще люди только собираются вместе что-то делать. Мы говорим, как можно использовать коучинговые инструменты, чтобы поддерживать это партнерство. Ну и если все-таки мы чувствуем, что назревает конфликт, какие здесь могут быть инструменты для того, чтобы все как можно более мирно и эффективно урегулировать. Вот, это о блоке, который у нас с вами касается психологических аспектов. Итак, как вы уже поняли, большая часть посвящена истории юридической, чуть поменьше психологии, но все это идет вот у нас с вами в связке. Что из того, что мы считаем здесь конкурентными преимуществами курсы, поскольку Мария Сергеевна всегда она, что называется, играющий тренер, она всегда в практике и, естественно, там все эти изменения в законодательстве это то, что всегда отслежены и будет вам преподаваться в абсолютно актуальном виде. Ну и кроме того, поскольку она не знает какую часть своей жизни провела в этих судах, она тоже все расскажет, как это бывает. мы с моим коллегой психологом будем с вами отрабатывать коучинговые психологические инструменты непосредственно на занятиях. Ну и приятный бонус, вы можете закончив курс получить скидку 10-20% если обратитесь к кому-то из преподавателей программы за юридической психологической помощью или консультацией. Вот это наверное все, что мы хотели сказать о курсе. Еще раз значит мы здесь по QR-коду вы можете увидеть всю информацию, всю информацию вы также можете найти на сайте бизнес-школы не уши, там же есть кнопочки для того, чтобы попасть на курс и записаться. Коллеги, есть ли какие-то вопросы, комментарии, предложения, пожелания? Нет, спасибо большое, очень интересный наверное курс больше для реальных предпринимателей, те, которые собираются этим заниматься или уже занимаются или есть проблемы, но надо его рекламировать в этой среде как-то. Я, например, ссылку дала на вебинар для студентов, но студентам это еще рановато. Это уже как бы следующий этап, может быть, когда они уже шишки первые набьют себе, тогда они поймут, что надо учиться. Но в принципе я думаю, что начинающим предпринимателям очень полезно будет, кто уже точно этим занимался. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Да, это наша любимая особенность набивать свои шишки. Да, учимся только на своих традиционно. Это есть. Особенно так скажем такие далекие от как у меня креативные люди, они очень далеки от реальной жизни, они все в творчестве, им особенно сложно все это дается, они очень плохо представляют вообще структуру устройства экономической жизни. Конечно, для них это очень далеко, но очень необходимо, потому что они еще больше живут. Сейчас вот эта тема партнерских соглашений, почему мы ее выбрали в качестве такого первого вебинара, она, мне кажется, чем дальше, тем больше будет набирать актуальность. У нас, конечно, сейчас вот эта услуга, больше и больше на нее спрос, но опять же приходят люди, которые уже получили определенный опыт, которые понимают, что не надо без партнерского соглашения работать там ни с кем, особенно с друзьями в частности, но приходят уже на самом деле опытные предприниматели, которые знают, почему это происходит. Но я думаю, это просто вопрос времени, это вот сейчас еще пройдет там какое-то небольшое время, и я прям верю в то, что партнерское соглашение такой мастхэв будет для всех, открываешь бизнес, расчетный счет, заключаешь партнерское соглашение, то есть вот такая связка будет. Да, вероятно, я вот сейчас думаю, у меня просто пример был несколько модулей назад, три девочки уже готовы в бизнес, у них они работали уже, делали авторские блокноты, то есть под заказ, и втроем. Меня сразу это смутило очень сильно, но у них было четкое разделение, одна занималась именно артом, другая занималась производством, а третья занималась продвижением, и вот все время, когда они говорили продвижение, я им говорила, что скорее всего надо ставить четкие задачи перед каждым из партнеров, то есть у этих двух задачи четко были, если им заказали, надо нарисовать картинку в этом блокноту, если им заказали, надо там 200 блокнотов, надо их собрать, сделать, полтретьей получалось, не было четкой задачи, просто продвижение через блогеров, это не задача, надо было продаж обеспечить, но они меня так до конца и не поняли, так они и остались в этой, что она занимается просто продвижением, вот это тоже интересный такой вопрос, действительно, функционала, и вот он действительно в соглашении должен правильно как индикатор обязательно быть указан, то есть он занимается, это очень тоже важно. Конечно, потому что потом в случае, кто чем-то недоволен, начинается, а мы думали, ты будешь вот это, а я это был не должен, это должны были вы, и там это. Ну да, и у меня не было никаких четких, получается, параметров, что я должен сделать, да, вот я даже думаю, что я сейчас обращу их внимание, потому что они давно уже отучились, с ним связь есть, чтобы они все-таки об этом подумали еще раз, и именно посмотрели с точки зрения партнерского соглашения, раз уж бизнес идет, то, наверное, это необходимо, так вот стоит, наверное, обратить их внимание на это. Спасибо большое, намного вы навели в мысли, очень интересно. Очень рано. Чувствуется, что этим очень интересно заниматься, мне кажется, да? Это безумно интересно, это неолюбный вопрос. Это, ну, с одной стороны, новое, с другой стороны, так жизненно и так важно, есть только нюансов, которые надо учесть, и люди их не видят, а вы, в общем-то, видите, подсказываете людям. Ну и потом, понимаете, каждое партнерское соглашение это обычно уникальный проект. Да, да, да. Это отдельный бизнес, отдельные люди со своим бэкграундом, со своей историей, все это, все это очень, конечно, очень интересная тема. очень интересная тема. Ну, и удачи вам, надеюсь, что получится, из программы все получится, будем надеяться, надо просто ее как-то в нужном месте продвигать. Наверное, спасибо вам большое. Спасибо. Вы еще проводите, присылайте, будем участвовать. Конечно, да, у нас в таком формате, да. Да, очень удобный вебинар. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо большое, коллеги. Тогда мы с вами на этом расстаемся и ждем вас на других вебинарах или на курсе. Все доброго, спасибо. Всем спасибо. До свидания.